Сегодня поговорим с вами про подкормку для браги. Очень важный элемент. Вот смотрите, я на сайте у Алкофана и что Алкофан про это пишет. Для нормальной жизнедеятельности спиртовым дрожжам, кроме сахара и воды, еще требуются питательные микроэлементы. Изначально их очень мало. В первую очередь это фосфор и азот, без которых брага бродит не так активно и в ней выделяется большое количество вредных примесей. Но действительно, во всех учебниках по производству спирта написано, что дрожжам в качестве подкормки нужен именно фосфор и азот. Никто не применяет сахар, то есть никто из сахара не делает спирт, потому что сахар это уже переработанный продукт, конечный. В нем большая добавочная стоимость и экономически невыгодно делать из него спирт. В качестве одного из сырья, из которого на производстве делают спирт, это, конечно, свекловичная и тростниковая меласса. Вот она нам, самогонщикам, ближе я имею по составу сусла. То есть в свекловичной и тростниковой мелассе тоже содержится достаточное количество сахара, который избраживают. Вот дальше смотрите, Алкофан пишет, подкормка нужна только для самогона из сахара. Фруктовые и зерновые браги в этом не нуждаются, так как в самом сырье есть достаточное количество элементов. Сторонние вещества, даже натуральные, могут изменить запах самогона в худшую сторону. Но вот здесь тоже справедливо, что когда перерабатывают, допустим, сырье из каких-то зерновых, ну, на производстве фруктовые и ягодные браги, в общем-то, не используются, потому что это, опять-таки, очень дорого, используется картофель. Ну, вот там действительно никакой подкормки не требуется. Ну, естественно, в домашнем самогоноварении мы фруктовые браги и какие-то ягодные браги ставим по возможности. Вот в них подкормку, да, не нужно вносить. Дальше посмотрим, что пишет Алкофан, какая же все-таки подкормка нужна, что именно взять в качестве источников фосфора и азота. Вот он здесь пишет, химическая подкормка. На каждый килограмм внесенного сахара добавить в бражку 2 грамма сульфата аммония и 3 грамма суперфосфата. Эти вещества можно заменить одной чайной ложке комплексного удобрения, содержащего азот из фосфора, например, нитрофоской и экугуминатор и другими. Вот эти все, вся вот эта химия, она в принципе продается в каких-то магазинах, где есть, продают разные цветы, растения, семена, то есть какие-то там товары для огорода и для дачи. Альтернативные варианты, перегнивший куриный помет и вот сразу же мне вспоминаются эти деревенские самогонщики, которые действительно добавляли куриный помет в брагу. Вот я не знаю, откуда они знали, что куриный помет там содержит фосфор или азот и что действительно нужно его добавлять. Я думаю, наверное, как-то это случайно когда-то получилось, но вот видите, действительно можно его добавить, но альтернативный способ так себе. Вряд ли кто вот из ваших знакомых, друзей, да, вот такую будет пить самогон, если вы ему скажете, что там он на курином помете. Так, дальше вот пишет, нашатырный спирт 1 грамм на 2 литра браги. Ну, нашатырный спирт действительно можно добавлять, он доступен, продается в аптеках, свободно, без всякого рецепта. Опять-таки здесь встает всегда вопрос цены. Химическая подкормка дрожжей очень эффективна, но ее не воспринимают сторонники органического самогона варенья из чистых натуральных продуктов. Кроме того, не всем нравится пить самогон, зная, что в него добавлен куриный помет или удобрения. Хотя в паральных пропорциях вреда для здоровья они не нанесут. Но, да, естественно, на производстве точно так же используют химию. Вот давайте-ка откроем учебник Яровенко и почитаем, что же на производстве действительно используют. Вот раздел его учебника вспомогательные материалы и источники дополнительного питания для дрожжей. И вот здесь он пишет, содержащегося в меласе фосфора, а я вам говорил, что на производстве для получения спирта именно используют сахар меласу, либо тростниковую, либо свекловичную. Вот содержащегося в меласе фосфора, а не редкая азота, недостаточно для нормальной жизнедеятельности дрожжей. Поэтому в нее добавляют в качестве первого источника, в качестве источника фосфора добавляют ортофосфорную кислоту. А в качестве второго источника, это источник азота, сульфат аммония, карбамид, известная мочевина, вот она продается в магазинах химии, свободная. И вот еще есть комплексное такое удобрение, содержит оба элемента, это диамоний фосфат. Вот что на производстве используют в качестве вот этого источника фосфора и азота. Ну, дальше Алкофан пишет, что очень эффективная подкормка для браги это солод. Ну, естественно, потому что в солоде содержится и фосфор, и азот. Опять-таки, вопрос цены. Солод стоит недешево, от 40 до 70 рублей за килограмм. И вот здесь нужно, конечно, задуматься, стоит ли так удорожать свою сахарную брагу. Ну, вот здесь приводится технология, как этот солод подготовить, чтобы внести его в брагу. Если кому интересно, почитайте на сайте у Алкофана. Так, еще один способ, ну, не способ, а тут Алкофан рассказывает про турбодрожжи, в которых производитель уже якобы добавляет вещества и микроэлементы для подкормки. Ну, действительно ли производители добавляют подкормку в турбодрожжи или не добавляют, это, конечно, вопрос открытый. Не знаю, станет ли производитель тратиться на это. Производитель всегда старается удешевить свою продукцию, а не удорожить. Поэтому вряд ли, скорее всего, будет в турбодрожжях какая-то там подкормка еще дополнительно содержаться. Хотя, все возможно. Ну, и вот напоследок Алкофан приводит народные средства. Вот эти народные средства любят рекламировать, не рекламировать, а любят про них рассказывать алкоблогеры. Вот подкормка браги черным хлебом. Вот меня всегда это интересовало. А сколько же в черном хлебе содержится фосфора и азота? Тут, опять-таки, приводится рецепт, сколько на сколько. Дальше еще. Опять-таки, все вы знаете про этот изюм, который нужно переработать через мясорубку и бросить в брагу. И, опять-таки, возникает вопрос, а сколько там в этом изюме содержится фосфора и азота? Это тоже непонятно. Ну, вот, наверное, как-нибудь проведу экспериментик. Возьму обычную брагу сахарную, поставлю. И вот народные средства попробую. Черный хлеб и изюм. Посмотрим, что это даст. Но, скорее всего, ничего не даст. По-моему, результат будет нулевой. Ну, и вот здесь Кафан так и пишет, что народный метод работает чуть хуже. Как чуть хуже? На сколько процентов чуть хуже? Непонятно. Вот еще, смотрите, томатную пасту. Да, томатную пасту тоже любят самогонщики в брагу бухать. Непонятно тоже, какой от нее эффект. Ну, вот, в принципе, про подкормку все. Стоит ли ее использовать? Да, конечно, стоит. Но, опять-таки, как я сказал, нужно разумно к этому подходить. Во-первых, посмотреть пропорции, в каких что добавлять. Ну, а во-вторых, подумать, если ваша брага сразу в цене возрастает, допустим, в один-в два раза, то вряд ли, наверное, стоит этим заниматься. У нас все-таки не производственные мощности, у нас домашнее самогоноварение. И вот, в принципе, сахарная брага на мраморной гравицапе без всякой подкормки сбраживается буквально за двое суток. Субтитры создавал DimaTorzok